Ну а теперь давайте к самому вкусному, к зет-патриотам, и чего они там понаписали, как они пишут друг на друга доносы, как они друг друга костерят. Самая любимая часть, она и эстетически приятна, и очень хороша для понимания, что там происходит, и для понимания, что будет происходить дальше. Вы на канале Майкла Наки, если еще нет, подписывайтесь, переходите и подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Это продвигает, собственно, видеоролик в Ютубе и позволяет большему количеству людей ознакомиться с происходящим. Я особенно надеюсь, что как раз зрители, которые сопереживают всем военным преступникам и даже, может быть, сторонники войны, увидят, что это за Клоак и задумаются, каким авторитетом они доверяют, на каких людей они полагаются, чему мнению они верили и почему его верить не стоит. Ну а поддержать сам канал и его деятельность вы можете на Патреоне, ссылка в описании, или с помощью суперспасибо, кнопка с долларом в сердечке прямо под видео, все это помогает выпускать ролики и дальше. Итак, мы будем не с самого начала, вот арестовали Стрелкова, там первые два дня все там что-то писали, кто-то за, кто-то против, туда-сюда, все начинали понимать, что придут за ними, и выступил Борис Якименко. Не безызвестный, но его биографию я рассказывать не буду, потому что мы ее детально узнаем из ответов Затгнид на его выступление. Выступил он на Соловьев Лайв, на вот этой площадке Соловьева, где буквально сказал всем Затгнидам приготовиться. Вот эти все Стрелковы-Гиркины, вот эти Губаревы, Подоляки, вот эти все Монтяны, кто вы такие, чтобы что-то здесь говорить, указывать нам, каким должен быть Владимир Владимирович Путин, Министерство обороны и все прочее. Кто вы такие? Мы уже пережили и Навального, и Яшина, и всю падаль, и вас переживем. Поверьте мне, у нас очень крепкий такой иммунитет, железно все. Но возникает вопрос, кто вы такие? Вот мне хочется им задать вопрос. Потому что я понимаю, что сеточка Навального, она никуда не делась. И вся вот эта вонючая фашня, она по-прежнему сидит по щелям. Все вот эти вот сброды, какие там черносотинцы, какие-то там монархисты, анархисты, вот это все месиво дурно пахнущее. С сильным уклоном фашизм. Они все есть. И Навальнято все есть, и прочие все есть. И только вот где-то что-то загорится, они на запах слетаются. Знаете, как только куча навоза где-то появится, мухи откуда ни возьмись. Вот уже позор, позор. Вот это все. Давайте все собираемся к суду, выходим на акции протеста. Кто ты такой, призывать к акциям протеста в Москве? Вы посмотрите на их телеграм-канал, да там половина хохлов сидит. А что там в комментариях творится, это просто прекрасно все. И поэтому вот это вот, то, что там происходит, очень характерная деталь. И я считаю, что им всем сейчас надо приготовиться. Вот эти все, кто в этой сеточке, они все это знают. И вся вот эта патриотическая литературная гопота, пусть внимательно посмотрит. Я бы сейчас им советовал к нотариусу сбегать и на всякий случай распорядиться своим имуществом. В случае, если меня и так далее, через троеточие там уже все остальное. А может билеты купить куда-нибудь от Белиси? Пососать там вялые сись. Самое время. Потому что начинается зачистка этого пространства. И они считают, что их право, а мы патриоты, как говорят сейчас, а что Стрелкова арестовали? Он же патриот. А патриот это человек, который имеет какие-то индульгенции, и который может лить грязь на всех, на кого он хочет. И защищают они сейчас не Стрелкова. Себя защищают, свои срочнозборы. Потому что очень скоро это все будет, все может кончиться. И та же Кашеварова отправится мыть сортиры в Думу. То, что, то единственное, что она умеет делать, и что она всегда делала. И подавать чаек, здравствуйте, пожалуйста, горяченький. Вот все, что они умеют делать. Графа Монте-Кристо из них не вышло, это сегодня уже все видят. Придется переквалифицироваться, даже не в управдома, а в менеджеры по уборке территории. Я еще раз подчеркиваю, что нужна тотальная зачистка, жесткая военная цензура. Все срочнозборы только через государственные ресурсы должны проходить. Но я еще раз подчеркиваю, приготовиться тем графоманам, бездарям и прочим вот этим вот любителям военных переворотов, майданов и всего остального. Мы этот майдан не допустим. Первое, что надо сказать, зря они гонят на Бориса Якименко. Он правду сказал. Ну, то есть, так и будет, да. Да, он вас предупредил, глупцы, а вы его кстерите, на чем свет стоит, эту скотину. Тем не менее, там есть еще несколько интересных вещей, в том числе сборы. Сборы для военных. Сборы для военных вообще тема щекотливая. Многие публичные люди и целые организации проводят сборы, независимо от российской армии, на дроны, на экипировку, много на что. Если вы зайдете в любой из этих каналов, вы увидите, что там постоянно идут какие-то сборы. Тема эта мутная. Наверняка, часть этих сборов идет напрямую в карман тем, кто собирает. Но с точки зрения российской армии, сборы эти полезны. Потому что сама российская армия не может обеспечить солдат всем необходимым. Поэтому война за эти сборы, она идет уже не первый месяц. И, в общем, все время как-то Минобороны, по крайней мере, люди, связанные с Минобороной в публичном пространстве, как-то намекают, что не очень хорошо, что что-то закупается, что-то отвозится. Все это в обход Минобороны. И вообще все это не по уставу. А эти отбиваются, говорят, что, слушайте, ребят, мы закрываем ваши косяки, поэтому давайте вы не будете выпендриваться и не будете никак нас прессовать. Но Минобороны не отчаивается, а любое финансирование за пределами Министерства обороны российской властью воспринимается все с большей и с большей угрозой. Даже хрен его знает, на что там собирают. Происходят постоянно стычки, типа кого-нибудь поймают с дронами в метро и начнут дроны отбирать. Он скажет, да я за сборов, это все для российской армии и прочее, прочее. Короче, тема такая, серьезная. И если сейчас будет какой-то накат или запрет на сборы вот эти вот для войны, помимо официальных, а официальные сборы, как всегда, естественно, не работают. Мы видим это на предметах российских грантов, которые выделяются. Там оказывается, что вот на грант для помощи солдатам, там, значит, большая его часть, практически все деньги ушли просто на администрирование самого фонда, который это будет делать, а на то, чтобы реально помогать, ушло практически ничего. В общем, если эти сборы будут порезаны, если эти сборы будут ограничены, или если вот именно по таким сборам начнут заводить уголовные дела, а это довольно легко, потому что там никакой отчетности нормальной нет, конечно. Все это делается там напрямую на карту, никто ничего не регистрирует, никакие там ИП, ООО или еще чего-нибудь. В общем, все это там на карту собирают, что-нибудь закупают и передают. Так делать вообще по-хорошему нельзя по законодательству российскому, но, опять же, о мертвых либо хорошо, либо ничего, если мы говорим о российском законодательстве. Хотя, либо хорошо, либо ничего, кроме правды. В любом случае, если действительно накат на эти сборы продолжат, это будет очень здорово, потому что, отрезав все эти сборы, это действительно неплохо так ударит по российской армии, поэтому ставлю лайк Борису Юкименко, продолжайте в том же духе. И нагнал он там на большое количество людей, и на Подоляку, который на секундочку с Путиным встречался, и на Захара Прилепина, на которого была совершена атака, и он взорвался около собственного дома, жаль, не насмерть. И на кого только нет. И на Кашеварову даже, которая и с Кадыровым дружила, и с Володиным дружила, и вообще остается главным нытиком в отсутствии Игоря Стрелкова. Правда, за нее немножко боязно, потому что часть телеграм-каналов сообщает, что она там в списке следующая. В общем, было три у меня главных нытика. Пригожин, Стрелков и Кашеварова. Пригожин, значит, ушел из публичного пространства. Стрелков арестован. Вот за Анастасию переживаем теперь с вами. Ну ничего, может быть, если ее арестуют и посадят, все-таки она сделает тот последний шаг, который она не делает в своих постах, когда она вот за секунду до того, что Путин козел и мудак, значит, и все из-за него, она буквально останавливается в шаге от этого и задается вопросом, а как же так получилось? В общем, может быть, на этот вопрос хотя бы она для себя ответит. А ответ на экзистенциальные вопросы – это довольно важная часть человеческой жизни. И вот, значит, Екименко выпустил этот прогон, и на него тут же пошла реакция. Например, телеграм-канал «Довольно крупный миг России» пишет следующее. Плотно, однако, взялись за зачистку патриотического пространства. Эфир Соловьева. Даже на вполне системного Юрию Подоляку жестко наехали. А литературная гопота – это воюющий и раненый при покушении Захар Прилепин? Мы правильно поняли? Всех на Колуму. Тотальная зачистка. Все волонтерские сборы только через государство. Главная мысль пламенного спича главного политидеолога «Наша». Кстати, а где сейчас эти «Наша»? «Наша» – это такая организация молодежь, которая делалась организацией по попилу бабла. Они пытались патриотизм прививать российской молодежи. В итоге там все ездили на этот селигер, просто бухали, сношались и радовались жизнью. Не в смысле, что я непосредственно знаю, так как я в этом, конечно, не участвовал. Но есть у меня знакомые, которые рассказывали, что там происходило. «Далеко они пойдут с такой мотивацией? Ой, далеко!» – пишет Микроссия. «Отдельное спасибо от воюющих подразделения за попытку прикрыть гражданское волонтерство. Ведь у ребят и так все есть. Грустная ирония», – заключает он. Дальше пошел депутат Дмитрий Кузнецов. Термин «литературная гопота» от Бориса Якименко, конечно, про Захара Прилепина. Возможно, и про всю литературную среду, для которой мы даже создали специальную премию именно Владлена Татарского в области военной прозы и публицистики. Ну, знаете, этот великий литератор Владлен Татарский, который говорил всех убить, всех ограбить. Ну, какая литература. Такое мнение Бориса Якименко о Захаре понятно. Скорее всего, это личная неприязнь, и когда-нибудь Борис поймет, что был неправ. Но непонятно, почему Владимир Соловьев дает площадку для разжигания внутреннего конфликта турбоохранителей и волонтерского гражданского общества. Многим на территории СВО крайне не понравилась идея лишить их волонтерской поддержки. Нельзя распредопускать, и тем более военных раздражать. Все важны для страны, даже охранители. Главное, чтобы каждый делал свою работу и не мешал, а лучше помогал другим. Ну, честно говоря, сильно протестую. Пусть лучше друг друга убивают, значит, сажают, пишут доносы, друг про друга рассказывают всякую грязь. Джаба с гадюкой – это не только красиво, но и полезно. Роман Сопаньков, один из военкоров. Нашел, кто на этом видео. Борис Якименко. Интересно, что у Романа проблемы какие-то возникли с поиском. Я не знаю, там подписаны вообще-то ведущие, но не суть. В интернетах пишут, что он родственник Владислава Суркова. Матери Якименко и Суркова сестры. И брат Василия Якименко, ныне проживающего в Германии, в собственном старинном доме с мельницей и прудом в 50 гектар. Участник наших. Оказывается, я гавкнул на новую российскую монархию. Извиняться не буду, этот тренд занят другими. Вы знаете, я бы также, наверное, думал, если бы мой род состоял из одних только элитных представителей. Я бы приезжал к брату в Германию, сидел бы под старым дубом, думал бы о вечном, о философии. Искренне ненавидел бы крестьян, этих крохоборов, которые свои вонючие копейки собирают для армии в далекой России. Идиоты. 200 тысяч собирают. Пф, рублей. На коптеры. Но я на свою собаку в месяц больше трачу. Могу себе позволить. У меня бы идея собирать деньги вызывала бы отвращение. Прям скула бы сводила. Но это как побираться в переходе. Понятно, что для элиты это презираемо. Побираться вообще плохо. Думал бы я, сидя под старым дубом у брата в Германии. А значит, нужно запретить. Я бы позвонил своему родственнику, который когда-то рулил всей повесткой по Украине. Который был соавтором всего того презренного ужаса, который уже год творится на Украине. И я попросил бы меня протолкнуть в федеральный эфир. Где обрушился бы всей мощью на презренных поберушек, собирающих эти сраные копейки на коптеры и прочую чушь. Я бы грозил им нищете, что скоро их разгонят с санными тряпками. А особо буйных закроют. Но мои родственники в России, а сам я по жаре плюс 35 в бронежилете ношусь вдоль передовой, собирая коптеры в ремонт, чтобы парни не остались без глаз. Кстати, если он собирает коптеры в ремонт, то есть оказывает помощь российской армии, то он уже не военкор и не журналист. И пусть не ноет, когда в него прилетит очередной снаряд. Чтобы парни не остались без глаз. Да и гражданам моей страны я отношусь с огромным уважением и любовью. Поэтому мне дико слышать подобное от людей, у которых в жизни все очень хорошо. И я даже не буду им объяснять, что они против народа, что не нужно плевать свой народ. И напоминать, что им подобные однажды уже плюнули чуть больше ста лет назад. И как потом вся эта элита дружно качалась на столбах. Любить свой народ нужно и уважать. Столбы, революции, это то, что мы любим. Очень хорошо, когда эти тезисы появляются уже внутри Z-патриотов. Как я и говорю, этот срач разжигает все большую антипатию одних другим. Ну, то есть они перестают там, что называется, объединяться или хотя бы не мешать друг другу. И начинают грызться друг с другом. Угрожают друг другу столбами и расправе. Надо сказать, что сила на самом деле не то чтобы за Борисом Якименко. Нет, за ним никто не стоит. У него нет никаких связей. У него никаких возможностей повлиять на что-либо. Нет их у Владимира Соловьева на самом деле. Это все исполнители. По факту они пытаются улавливать, куда дует ветер. И надо сказать, что Борис Якименко вполне неплохо его улавливает. Поэтому пытаться бороться с ним довольно странно. Ну, то есть вы буквально боретесь со всей той машиной, которая обслуживали все эти годы и которые присягнули на верность. Но важная и интересная деталь у Сопанькова. Он прав вот в чем. Все эти дармоеды и Якименко, и Сопаньков, и все остальные, это просто бизнесмены. Это люди, которые почти ни хера не делают и наживаются на всем происходящем. Посмотрите на какого-нибудь Сладкова. Идет какой-нибудь пост. У нас очень тяжелые бои, клещи, в кисть и прочее. А потом реклама в финке НКВД. А почему бы и нет? Хороший слот для рекламы. И также у всех у других этих военкоров, ведущих и прочей сране, включая Юрия Подоляку и всех на свете. Они ничего не делают и ничего делать не собираются. Вы мне скажете, Майкл, но ты занимаешься тем же самым. Вот ты в кадре, вот ты не на фронте. У тебя, значит, тоже бывает реклама, у тебя тоже есть какие-нибудь патреоны и все прочее. Конечно, да. Но у меня, в отличие от них, это не первично, а вторично. В том смысле, что это я кладу жизнь, свои силы, работаю каждый день и прочее, и прочее. Для того, чтобы доносить, как мне кажется, информацию, которая может повлиять. Которая может повлиять на людей, которые не пойдут на мобилизацию и прочее, прочее. Они же, как флюгеры. Сегодня одно, завтра другое. Сегодня мы за этих, завтра мы за этих. Значит, президент сказал, мы меняем. Нам пришли, пригрозили, мы меняем. То есть, я тут, ну, сижу не в России, с уголовным делом, с инагентством. Ровно потому, что я всегда говорил одно и то же. И для меня это приоритет. Я не готов менять свои ценности. Не готов менять отстаивание, собственно, того, что Россия агрессор. Напал на территорию Украины. Что это преступление и военное, и человеческое. Это аморально и чудовищно. Они убивают людей. И я с этой позиции не собираюсь ходить. Несмотря ни на угрозы, которые мне периодически шлют. Ну, периодически, это я мягко сказал, типа, каждый день почти. Несмотря на уголовные дела, на все, вон, гражданство уже хотят лишать и прочее, прочее. Это все, ну, как бы для меня вторичные, первичные ценности. У этих же нет четкой ценности. Есть финкинг ОВД, которые вперед в момент какой-нибудь невероятной горя. Ну, то есть, когда военкор пишет про то, что что-то ужасное происходит и чудовищное, и ставит эту рекламу, но это все равно, что какой-нибудь ролик про бучу рекламу вставит. Ну, это момент, когда об этом становится безумие какое-то, на мой взгляд. Ну, по крайней мере, должно быть для них. Ну, не суть. Мы отвлеклись. Давайте продолжать дальше по постам этих замечательных людей, которые, по сути, только и делают, что пилят бюджеты, пилят бюджеты друг друга. Причем не просто получая эти деньги от кого-то, а работая на компании, корпорации, еще кого-нибудь. Ну, то есть, на какого-нибудь того же Соловьева, еще на АП, ну, то есть, по методичкам и по всему прочему. Просто продавая свое мнение. Кирилл Федоров, один из довольно больших таких затканалов, там полмиллиона, по-моему, у него «Война и история оружия», пишет следующее, отвечая как бы Роману Сапанькову, точнее добавляя. «Рома, ты самого главного не заметил? Украинец Борис Якименко, судя по фамилии... О, начались черепомерки. Осуждает сборы на канале Соловьев Live. Я просто напомню, что Владимир Рудольфович сам неоднократно собирал и отвозил помощь без Министерства обороны. Как-то некрасиво вышло, да? Иронично я бы сказал. ПС. Русские великодержавные монархисты, имперец, право, искренне горжусь этим. Ненатовские спецслужбы с их пытками, неродственники, уважаемых людей, мне этого не запретят. Как и сотням тысяч наших парней на фронте с правильными флагами на груди и плечах. Слава русской армии и народам России, мы победим вопреки врагам и в тылу». Зачем я последний абзац прочитал, где вот эта вот вся шиза «Мы победим вопреки врагам и в тылу». Это очень хорошая история. Не в плане, что они победят. Конечно, они не победят. Но что теперь все больше и больше поиск врагов в тылу. Это вообще хорошо. Когда ты ищешь врага в тылу, начинаются уже и мятежи полноценные, и преследования направо-налево. Ну, как начинаются? Они уже случились. Уже был и мятеж, и преследование. Но это помогает это разжигать. Давайте, ищите врагов в тылу. Отличный план. Ну, то есть, силовики в какой-то момент обнаружили, что всех там оппозиционеров пересажали. Всех людей, поддерживающих Навального, тоже. А все, теперь можно браться из-за этих. И дойдет до каждого. До каждого из них это дойдет. Я подчеркиваю. Каждая эта свинота, включая Владимира Соловьева и Маргариту Симонен в какой-то момент. Каждая из этих людей это все ощутит на себе. Просто не сразу. Все это будет постепенно. Но репрессии не имеют обратной силы. Я не знаю, сколько это можно объяснять. Ну, об этом мы говорили, что пять лет назад. Ребята! Ну, то есть, это обратно не закручивается. Сама по себе власть репрессий не закручивается. Если закончились те, кого репрессировали вначале, то будут репрессировать других. Опять же, набившая оскомину фраза про «Сначала пришли за этим, я молчал туда-сюда». Ну, это же всегда так происходит. Ну, это как по учебнику. На что вы надеетесь? Что вас принесет каким-то образом? Да сфига. Даже если вы очень хорошо будете вылизывать сапог, рано или поздно он наступит вам на язык, а свободными руками вам отрежут или свернут голову. Ну, это база, если хотите. Так всегда бывает, и об этом не надо забывать. Не очень уважаемым зет-гнидам. Сыны монархии пишут следующее. Борис Якименко в очередной раз спалил грязью всех нормальных патриотов. Этот товарищ постоянно ведет вендету со всеми теми, кто словом и делом служит своей родиной. С националистами, нацболами, военкорами, гуманитарщиками, монархистами, левыми и правыми патриотами. Чем же знаменит этот щекастый пляшивый дяденька, который так любит унижать оппонентов еще и по внешним признакам? Борис Якименко гордо называет себя идеологом молодежного движения «Наши и идущие вместе», основанных его братом Василием Якименко. То есть Борис – тот, кто спустил в унитаз миллионы долларов, выделенные Якименко на воспитание патриотической молодежи. В итоге гора родила мышь. Сразу оговорюсь, что среди рядовых членов наших были нормальные ребята, которые сегодня воюют или волонтерят в зоне СВО, но патриотами их сделали не наши. Когда я спрашивал их, почему они стали членами данного движения, ответ был один и тот же – халява. Деньги за участие в митингах и шествиях, бесплатный поезд и тусовки на Селигерюк. Чистая, надо сказать, правда. Что же касается топ-менеджмента наших, его комиссаров, то оттуда вылупились либо сервильные амебные чиновники-бюрократы, использовавшие движения как трамплин карьеры в госструктурах, либо предатели России. Например, эмигрившие в Штаты до СВО и получившие гражданство Киргизии после СВО Маша Дрокова, бежавший в Германию и поливающий Россию грязью, бывший депутат Роберт Шлегель. Тоже правда. Можно допомнить кричащему профашню Якименко, что комиссаром наших был и осужденный на два с половиной года за мошенничество Михаил Мищенко, которого обвиняли в связях с ненацистами. А Белов Поткин говорил, что наши одно время финансировали ДПНИ. По сути, Боря Якименко ревнует ко всем патриотам, которые реально делают дела. Футбольные фанаты, нацболы, националисты, владельцы листвы, монархисты в массовом порядке отправились добровольно воевать и волонтерить зону СВО. Всех этих людей Якименко клемит нацистами и сеткой Навального, сидя в уютном кресле в Москве, ничего не делая даже словом для поддержки фронта. Особенно цинично звучат его слова в дни, когда мы скорбим по погибшему военкору нацболу Ростиславу Журавлеву, по армейскому фанату Игорю Семенко, который пал, защищая Родину в рядах ВДВ. А по мнению Якименко, это фашня и навальнисты. Ну, тут Якименко прав, конечно, в том, что они фашля, а не в том, что они навальнисты, потому что они пришли на территорию другой страны, там воюют и там помирают. Это как раз закономерно. Отдельно Якименко прошелся по тем, кто проводит сборы в поддержку армии. А ведь крупнейший проект таких сборов «Все для победы», организованной ОНФ, для которого Боря Якименко льет свою желчь. Получается, Борис выступает против тех, кто поддерживает нашу армию? И против тех, кто воюет в ее рядах? Получается, что да. И как я не раз писал, на слеты наших Борис Якименко приглашал выступать за немалые гонорары Илью Прусикина, Сплин, Земфиру, Нойземси, чьи либеральные русофобные взгляды были очевидны еще до СВО. То есть финансировал будущих адагентов и позволял им лить свои антироссийские нарративы в головы нашим девушкам и парням. А по факту умы части нашей молодежи, которая сегодня стала либеральной, мы профукали из-за наших и топорной работы Якименко. Короче, вы поняли основной лейтмотив. Они все набросились на Якименко и думают, что дело в нем. Но дело не в нем. Есть и защитники у Якименко. Вот, например, Кушкин Собиряк, телеграм-канал пишет. С неподдельным интересом наблюдают за накатом тусовочки на Бориса Григорьевича Якименко. Говнометы расчехлили абсолютно все, даже те, кто к движу псевдопатриотической гопоты не имеет никакого отношения, типа Харьковского сливного бачка Олега Царева, двух майоров. С совершенно неожиданной стороны показал себя адвокат Сталина Гуреевич, предложив Якименко поехать защищать страну с литературной гопотой. Сталина, видимо, не в курсе, что новая русская культурная элита из рядов тусовочки сейчас всецело озабочена организацией литературной премии имени Владлена Татарского, находясь не на ЛБС, а в мажорных московских кабаках и в кабинетах Госдумы. Полудурочная Настенька Кашеварова в порыве обличения и бичевания вышла сама на себя и пишет про каких-то швондеров. Настенька, ты вот это серьезно? Ты же в курсе, что такое ТЭК-ШВО и что он обозначает, не правда ли? Воет белугой внук предателя Пёрт Чаторжу в очередной раз, поделив гражданское общество на настоящее, к которому он, очевидно, относит себя и представителей тусовочки, и всех остальных, кого слушать, по мнению Чаторжу, не следует. Удивительно, но из пучинговин всплыл и плюнул дерьмом даже предпочитающий отмалчиваться некто Чадаев, притащивший в российский политический дискурс украинскую перчинку в лице беглых украинских депутатов, голожопых адвокатов, бывших майдаунов, одесских бомбистов и прочих недоумков, что говорит о серьезности и экстраординарности события. Борис Григорьевич, судя по синхронному мегатонному подрыву задниц псевдопатриотической гопоты, ваши слова не просто попали в цель, а вызвали цепную реакцию с последующей детонацией. Короче, все они там друг на друга срут, и это не было бы так интересно, если бы они еще параллельно и доносы не начали друг на друга писать. Ну вот, например, за Кашеварову, которую, значит, Якименко призвал что-то мыть туалеты в Госдуме, решил вступиться в упомянутый депутат Дмитрий Кузнецов. Депутат Госдумы написал заявление в генпрокуратуру на ведущего Соловьев Лайв Бориса Якименко из-за высказываний про журналистку Кашеваровой. Член фракции «Справедливая Россия за правду» Дмитрий Кузнецов обратился к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой возбудить на ведущего административное дело по статье «Оскорбление чести и достоинства». Донос прокомментировала и Кашеварова, который написал следующее «Дима Кузнецов решил за меня заступиться, хотя я была против выносить это все в такую плоскость, но он уже отправил запрос «Я не люблю склок и дрязг и если Борис Якименко меня так ненавидит, то я ничего с этим сделать не могу, это его личная позиция и личный выбор ненавидеть и оскорблять, так что я на него не в обиде, я спокойно к этому отношусь». А то, что поддержали ребята, это большое спасибо, ведь тучи очень сгущаются и тяжеловато бывает. Тучи действительно сгущаются. Все эти люди, которые на самом деле занимаются глобальным попилом бабла, как видите с обеих сторон, и Кименко пилит бабло, как и раньше пилил, и эти все литературные премии Владлен Татарского, когда они друг друга обвиняют, что ты сидишь не в окопе, это очень странно, потому что они все сидят не в окопах. Ну то есть, что за претензия? Типа, еще у тебя две руки, и у тебя две руки. Ну, о чем речь? В общем, все эти попильщики бабла, которые продали свою совесть, честь и достоинство, но если у кого-нибудь из них оно когда-нибудь было, или недостаточно имеют мозгов для того, чтобы осознать, чего вообще происходит, они все поддерживают эту войну, поддерживают военную агрессию России, поддерживают уничтожение Украины. И все они напорются на то, что помогают создавать своими руками. Каждый раз в истории это происходит одинаково. Власть берется за тех, кто ее окружает, потому что, во-первых, больше никого рядом не остается, а во-вторых, поиск врагов, любимое внутренних, любимое занятие любого диктатора. Всех их ждет в лучшем случае тюрьма, в худшем случае смерть. Каждый из них столкнется с последствиями своих действий. И будет это все только нарастать. Ну, а мы с вами за этим, конечно, будем наблюдать. С одной стороны, с эстетическим удовольствием, потому что жабы с гадюками опять же дерутся, а с другой стороны, с тем, что это действительно влияет и на мотивацию бойцов на фронте, на мотивацию тех людей, которые готовы или не готовы будут стать бойцами на фронте, и в целом общественности, которая за всем этим наблюдает и видит, что все не так радужно, как описывается. Будут появляться и новые мятежи, эти люди будут в какие-то анклавы собираться, уже военно-политическо-информационные, в стайки сбиваться, противостоять друг другу. Очень хорошо. Чем больше глотка не перегрызут друг другу, тем меньше работы для ВСУ. Ну а с вами был Майкл Наки и до скорых встреч. Всего доброго. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова